От чего это происходит? Изначально у нас объект векторный, то есть это математика, он скалированный. Вы можете логотип напечатать размером с весь город, а можете напечатать размером со спичечную головку. И в обоих вариантах он будет смотреться привлекательно. Почему? Потому что это формула. Формула имеет возможность масштабироваться. Но в случае отображения на экране формула превращается в пиксели. Этот процесс называется растеризация. То есть это процесс превращения математики в графический объект, то есть в светящиеся пиксели. Сетка на мониторе выглядит примерно таким образом. Если мы расположим векторный объект на ней, то мы должны знать, что ваш зритель, пользователь вашего визуального объекта увидит его как-то так. Так, у меня вот кнопка не работает, по-моему. Вот, как-то так. То есть он его не увидит вектором, он увидит отображенным пикселями. В случае букв это выглядит следующим образом. Вы нарисовали какой-то контур. Контур, естественно, будет слишком грубо выглядеть, если мы его наложим просто в тупую насетку. Поэтому растеризаторы используют так называемые полутона. Ну и даже вот эти полутона в маленьких размерах, они не спасают. Они дают очень сильную визуальную зависимость от того, как вы построили этот контур. Давайте себе представим, что мы расположили вот на этом векторном объекте точки не сверху, снизу и по бокам равномерно, а в случайном порядке. Растеризатор, он может свободно интерпретировать все ваши окружности, как захочет. И вы можете увидеть как дыню, так и яйцо. У вас объект может вытянуться как по вертикали, так и по горизонтали. Шрифтовые дизайнеры используют для того, чтобы привязывать векторные объекты к сетке, так называемую хинтовку. Это очень такая сложная штука. То есть фактически для каждого кегля, для каждого размера шрифта вы должны прорисовать отдельный контур, наложив его на основной. Но только в пикселе. Вы увидите, как буква будет изменяться в зависимости от положения. То есть это на самом деле звучит, наверное, сложно, а делать это еще сложнее. Это вообще какой-то дикий ад. Вот так, я бы сказал. Когда вы создаете какое-то мобильное приложение и проектируете какие-то векторные объекты для него, знаете, вот это есть пиксель перфект называется. То есть это совершенствование каждой точки, которая у вас есть на дисплее, потому что у вас каждое конечное устройство имеет абсолютно четкие размеры. И для того, чтобы ваш пользователь чувствовал, что он пользуется продуманным вами продуктом, для него нужно сделать все идеально, чтобы каждый пиксель выглядел бесподобно. Именно для этого и нужно, и важно работать правильно с контурами. И таким образом мы располагаем все точки в соответствии с положением пикселей. Почему сверху, снизу и по бокам? Потому что эта точка, она является конечной, и она четко дает понять растеризатору, где нужно завершить, ну, соответственно, объект.